МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Дом 2. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Жара. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Бородина. Это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера мы узнали, что мало кто из наших парней симпатичен девушкам. Четыре участника остались без поцелуя. И, видимо, одному из них придется покинуть наш городок. Ведь сегодня вечером нас ждет голосование. А тот, кто не заслужил добрые чувства ни одной из девушек, имеет мало шансов построить здесь свою любовь. Сегодня 479-й день нашей телестройки. Вчера Олеся Остапенко сильно разочаровалась в Александре, в то время как Давид Каландадзе напротив сумел завоевать ее доверие. Поэтому на предварительном голосовании Давид получил поцелуй Олесе, а Саша остался стоять в одиночестве. Майя Абрикосов тоже надеялся, что Солнце сделает ему шаг навстречу и приготовил ей цветы. Но, несмотря на это, Солнце так и не решилось встать за своим бывшим молодым человеком. Поцелуй Солнца не получил также и Сергей Евсиков, поскольку этим она окончательно перечеркнула бы возможность возвращения к Маю. Вчера Анастасия Егайлова вышла к Андрею, но затем передумала и ушла обратно, показав тем самым, что пока она не готова сделать свой выбор. Поэтому Александр, Сергей и Андрей – самые главные претенденты на выбывание. Сидим и поем. О чем? Да так ни о чем. Мы просто поем. Мы просто поем вдвоем, а не втроем. О чем-то молчит и думает он, о чем, о чем, о чем, никто не знает. И спросите у него, да нафиг оно нам всем нужно? Это все бесполезно. Он думает лишь о том, что сегодня будет оно, да оно голосование. Итог голосования ясен, даже нужно бабки находить. Кто? Ну, как ты думаешь? Фаска. Фаска. Туда же бабки находились. Если бы дама ответила ему взаимностью хоть одна, то, возможно, у него, может, были бы шансы остаться, а так… Интересно, когда мы идем, будет по нам кто-нибудь скучать, если он не будет? Нет. Не будет? Нет. Я думаю, вот Алёна очень будет по нам скучать с тобой. Да. Правда? Вот искренне, честно говоря, без Стёбы даже. Нам будет скучать. Да? Не о чем будет заняться? Да нет, это не от того, что она прям так сильно нас не любит. Скорее наоборот. Слишком сильно думать. Да? Не правда. Я вот тоже, кстати, за ними скучаю. Очень. Из-за Стёб и за Алёна. У меня лично к Сане претензий нет. Готов держать за слово ответ. Но, тем не менее, он конкурент. Мой конкурент, основной конкурент. Поэтому я найду фломастер и зачеркну фотографию Тани. Да. Вот такие дела. Вот такие дела. Конкуренция победила. Марина. Тоже так странно. Солнце Наташи лучше подруги. Солнце даже ни разу не позвонила им. Не спросила Натасика. Это же другое немножко понятие. Дружба. Это, ну, когда здесь люди любят друг друга. А дружба, это... В нужный момент что-то нужно посоветовать. И в тот момент, когда человек одинок и слаб, не голосовать против людей. А Олешку не пускаем. Ну, ты почему это? Если ты не просишь. А сегодня мужское голосование. Ну, что? А сегодня мужское голосование. А я тебе могу припомнить... Слушай, что у меня так в животик, когда я не вздыхаю. Ну, просто, если меня не пускают, я могу пройти. Ибо я, дама, сильная. И для меня нет закрытых дверей. Понимаешь, дорогой? Понимаешь. Я понимаю, дорогая. Вставай, милый мой. Вставай, милый мой. Давай, вставай, давай, вставай. Давай, 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 вставай. Май. Май. Привет. Ай, ну же заткнитесь! Андрей, ну заткнитесь! Ну вы надоели уже! Козлы вонючие! Какие-то больные! До свидания! Спасибо за выступление! Вы что думаете, бесплатно устроили этот весь концерт? Ну с тобой, давай! Вот сейчас полежу, две минуточки и встану А, все договорились! Если через две минуты ты не спустишься, то мы вернемся! Мы пойдем покурим! Еще с парами инструментами! Да, точно! Я же забыл бамбуку дать! Бамбуку! У тебя сейчас все надежды на иммунитет! Ну я знаю, я же... Да нет, почему? Не знаю, кто кроме меня тебя поддержит, честно говоря, я думаю... Ну смотри... Маринка может не против меня проголосовать! Да, может! Давид может проголосовать не против меня! Так... Солнце может проголосовать не против меня! Может, но я думаю, это проценты 90-то, что он проголосует против меня! Не, знаешь, если так хорошо подумать, то может быть даже я и без иммунитета могу остаться! Просто как-то все разбросают голоса! Два соперника, только я и Андрюха остаются! Не знаю! Посмотрим! Там, блин, сегодня какая-то, знаешь, сильная неделя, я имею в виду! То есть и сильные игроки-то! Реально сильные, да! Согласна! Мальчики все хорошие! Я думаю, будет сегодня голосовать Олеся против меня! Олеся? Ну, конечно! Почему? Ну, она же голосует по принципу... Да пошла она, и я... Мне вот не устраивают такие вещи! Она же голосует по принципу, с кем мало общаюсь, а я считаю, что это очень идиотский принцип! Это не то, что идиотский принцип, это отмазка абсолютно левая! Если раньше, ты помнишь, сначала был такой принцип, он не в паре! Да, а те, кто, пускай хоть кто-нибудь посмел проголосовать, помнишь, когда против Дениса кое-что голосовали? Да! Такой был скандал вообще! Потом, другой потом пошел принцип, он мало активен! Угу! Сейчас личные отношения и мало общаюсь! Если бы у меня не было зрительского, да, и все бы это пресекли, я бы недавно уже отслышала! И ты точно так же? Нет! Не дождитесь! А что, она как человека нормальная вообще, как девушка? Ну, я говорю, я ей сказала, что как бы, когда она со мной нормальная, я с ней тоже нормальная! Мне просто поведение солнца, во-первых, непонятно, да, немножко, ну, как бы, у меня уже было отрицательное мнение, в принципе, обыгалово, да? Угу, такое! Сейчас она от нее вообще не отходится, он меня с ней обнимается, целуется! Я вижу, тут у тебя то же самое, как бы, происходит, уже тоже постепенно начинаешь, как бы, с ней так, Ляля, это не у меня такие! Когда она нормальная, когда она нормально разговаривает, ну, нормально совершенно! Почему бы и нет! Когда она начинает негативно, я тоже негативно, тоже мы и ругаемся, и все на свете! А что солнце с ней вдруг так сдружилось резко? Охрененно! Я не знаю! Не знаю! Потому что сейчас целое время друг к другу не отходят! Угу! За третий день хочет домой! С Ольгановой? Угу! Ну, говорит, что ей здесь трудно, что ей здесь не так, как ей, что она чувствует, что у тебя здесь не в свои тарелки, что она ездит! А что ей плохо? Мужчины за ней ухаживают целыми днями, один, второй, третий! Есть внимание со стороны ребят! А кто, какой мужчина за ней ухаживает? Ну, а чего? Ну, она с любым богатым, и она, помани пальчиком, и вся с тобой будет! Солнце коснулось легко своим лучиком, Рук твоих, нежное твое тело проснулось, И ты очнулась, ко мне повернулась, И так прекрасно мне улыбнулась, И эту улыбку надолго запомнил, надолго запомнил, В душе поселю ее, буду я жить с улыбкой вечно, Буду идти я сквозь путь, сквозь путь мой млечный, Буду тебя вспоминать я такой, Буду тебя вспоминать я красивой, нежной, доброй, прекрасной, Самой моей ты желанной останешься. Ты мне протопивай иногда. Ага. Ага. Какие хорошие, такие умнички. У нее мая странная, как бы обращает внимание, я заметила. Нет. Моим, между прочим, даже сам говорил, что не очень хороших, нет. Я знаешь, что кажется, что солнце почему подружилось, все съегало? Потому что нужно врага держать поближе к себе. Не знаю. А знаешь, почему? Почему? Ну, потому что, знаешь, как из серии с Дианой, помнишь, когда была? Такая вдруг. То сначала, да, как бы агрессия на человека, а потом резкая дружба. Против кому будешь голосовать сегодня? Против Сошки. А если иммунитет? Сам иммунитет за домики, против него нельзя голосовать. А ты что не думаешь? Не знаю. Может быть, против Довида. Ну, я не думаю, что сегодня будет жесткое голосование. Уйдет Саша, это очевидно. Да. Да, Сашка будет сегодня. Я против Саши буду голосовать тоже. Я буду голосовать по таким критериям. У кого уже есть дом, автомобиль, богатый папа, игровая приставка и телевизор, тому не место на проекте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот уже почти полтора года вы смотрите на канале ТНТ реалити-шоу «Дом-2». И сегодня у вас есть уникальная возможность заглянуть внутрь нашего телепроекта и посмотреть на то, как устроена его жизнедеятельность. Это лобное место. Здесь мы собираемся каждый вечер. И вечером, если вы заметили, здесь светло, как днем. Так как проект телевизионный, здесь очень много осветительных приборов и камер. Непосвященным может показаться, что все это оборудование прибито к деревьям гвоздями. На самом деле это не так. Световые приборы крепятся к деревьям специальными струбцинами, которые не причиняют деревьям никакого вреда. И при необходимости их легко снять, не оставляя следов. А камеры крепятся шурупами к специальной доске, которая, в свою очередь, привязана веревками к дереву. Наш дом стоит в замечательном сосновом лесу. Каждому дереву здесь не один десяток лет. Поэтому мы хотим, чтобы эти деревья сохранились как можно дольше и как можно лучше. А здесь у нас, как и в любом нормальном доме, находится ванная, раковина для умывания и все остальное. Это связано между собой канализацией. А вот куда она ведет, я вам сейчас покажу. Сразу за территорией нашего дома и сокрыта емкость объемом 5 кубических метров. Куда, собственно, и сливаются все отходы нашей жизнедеятельности. Вот он, сей клад. К нам регулярно приезжает специальная машина. Она опустошает эту бочку, а содержимое вывозит на очистные сооружения. Мы любим наш дом. Мы любим природу, которая нас окружает. И стараемся относиться к ней бережно. Чего и вам желаем. Присоединяйтесь. Оля Бузова болеет, поэтому остается в своем домике болеть дальше. Готовить обед будут Давид и Александр. А убираться будет Андрюха. А все остальные за Дашкухой на стройку! Дрюня, у меня к тебе такой непростой вопрос. Я все понимаю. Настя Игайлова, это, конечно, Настя Игайлова, да? Но ты из-за меня тоже не на помойке себя нашел, да? И мальчик достаточно симпатичный, неглупый. Почему ты должен выполнять роль какого-то орликина немножко, да? Вот это заявление по поводу «я все решу только на 30-м свидании», там, да? Но это не то, что... Ну, немножко, да, давай все-таки не лукавить, тебя унижает. Ты знаешь, если бы мне это не нравилось, наверное, я бы это не делал. Это, во-первых. Во-вторых, я не считаю, что это унижением. Она вот такая, какая она есть. И ты знаешь, вот по поводу 30-ти свиданий, вот для меня результат не то, что вот именно сделать просто эти 30 свиданий и все. Я хочу в течение этого времени, ну, как-то попытаться ее изменить, как-то настроить в свою сторону и вообще в сторону других людей, чтобы она себя вела по-другому, понимаешь? Я не хочу делать какой-то напор, прям напирать в нее, потому что я точно знаю, что это не получится. Но отдача-то все равно нужна, правильно? Отдачи пока никакой нет. Ну, пока никакой, но надеюсь на лучшее, если честно. В принципе, да, пока отдачи я не вижу, но тем не менее... А если после 30-ти свиданий ты получишь отказ? Ну, если... Я не хочу сейчас об этом говорить. Нет, ну, допустим, представим такую ситуацию, потому что есть два варианта. Либо она с тобой, либо она без тебя, правильно? Хорошо, то я тебе скажу так, если даже после 30-ти свиданий я получу отказ, то для меня это не будет каким-то ударом, я не впаду в депрессию или в какую-то панику. Хорошо, Андрюш, ну, ты сам понимаешь, да, после вчерашнего ее поступка ты становишься кандидатом на вылет. Да, я понимаю. Как ты к этому относишься? Знаешь, я тебе уже говорил, выбирать не мне, решать не мне, кому выбывать. Я считаю, что я сильнее игрок, чем Саша, поэтому... А чем Давид? Саша новенький. Ну, опять же, я же тебе говорю, я не могу сказать за себя, что вот я такой классный, такой офигенный, выберите меня. Решать им. Если я нравлюсь им, то они выберут меня. Если им больше нравится Давид, то значит, они выберут Давида. Сам ты против кого будешь голосовать? Против Саши. Если иммунитет у Саши, то против Сережи. Для того, чтобы уйти сегодня не ночью, мы должны начать прямо сейчас. За вами лежат доски, все их мы должны перенести вот туда, вот так же, как мы это сделали вчера, вот принесли. И потом мы будем обшивать воздуховод вот этими штуками, к сожалению, гипсокартоном. Вот. Сначала все, значит, дружненько берем, все переносим, а потом занимаемся второй работой. Все, приступаем. Здесь своя работа, которую мы успели сделать. А потом, к сожалению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сереж, смотри, у нас вчера с тобой был тет-а-тет, да, и ты мне признался в том, что как бы солнце не девушка твоей мечты, да, и все понятно, что в жизни ты встречался с другими. Но, тем не менее, как друг, в принципе, она тебе интересна, да? И вчера на выборе симпатии ты все-таки, ну, ждал ее поддержки. Да? Помнишь, мы вчера с тобой об этом разговаривали? Да, за мной могло оставить солнце, но я ее прекрасно понимаю после такого... Ты ее понял вчера? После такого ухода Майя с ее стороны было бы неэтично просто ко мне подходить. Она могла подумать о том, что ты в последнее время, как бы, да, старался ее поддерживать, ты ей помогал. Почему бы не поддержать тебя? Потому что Май, ну, навряд ли он идет, давайте будем честными, на этом голосовании, да, в принципе, не думаю, что кто-то против него будет голосовать. Вот. А вот насчет тебя стоит очень большой вопрос. И она должна была это просчитать и подумать о том, что, ну, пусть Майя обижается, да, в принципе, все понятно, но я хочу поддержать Серегу, потому что мне будет очень жаль, если он уйдет, у нас с ним близкие отношения. И, в принципе, там, грубо говоря, наплевать на все и все-таки встать за тобой. Не знаю, откуда у солнца такая уверенность, но она, я бы сказал, что она боится, что я уйду, просто, может быть, потому что думает, что я не уйду на этом голосовании. А ты-то как сам думаешь? Я могу только предполагать. Предполагай. А он располагает. Ну, ты как предполагаешь? При любом исходе для меня ничего страшного не случится. Я рассматриваю этот проект как очередной такой пиар для себя, может быть, это поможет мне в выборе профессии в дальнейшем, а может быть, удастся познакомиться с девушкой. Поэтому для меня в любом раскладе меня там ждет много интересного, я здесь останусь, возможно, еще что-то будет интересное. Я не переживаю вообще по поводу голосования. Мне сказали, что у нас борьба, ну, если у Саши будет иммунитет, то борьба развернется между нами с тобой. Так не хотелось бы этого. Да. Ну, не будем думать о том, что будет колодить, да, дорогой? Я думаю, чему быть, того не миновать, поэтому думать об этом и тем более гонять не стоит. А мы на зло всех не будем против друг друга голосовать. Да. Шнур подкиньте, уберите же несколько. Ой, не бейте. А какую-нибудь другую? Дверь, дверь. Еще чуть-чуть. Твою любимую? Какая твоя любимая? Да. Так, следующий шур. До свидания. Будем представлять себе, что мы споем перед кабинетом у зубного врача. Есть ты, есть Андрей, Давид и Сережа, да? Вот как ты думаешь, против кого ребята прежде всего проголосуют? Не знаю, я как новенький, наверное, отличный. Ты как новенький? Только потому, что ты новенький? Скорее. Или потому, что ты им не интересен? Скорее всего, потому, что я новенький, потому, что я так при разговоре с другими, там, ребятами, как-то с ними нормально. Ты сам против кого будешь голосовать? Андрей. Почему Андрей? Потому что самый сильный соперник? Он не выбрал никакой позиции. Он, если Майя четко говорит, что мы эту песню не пели, и пели совершенно в другом, в конце оказалось то, что действительно они не пели так, как я говорил. А ты про человека судишь по одному поступку только? Как они по мне посудили, так и я к ним. А кто про тебя еще посудил? Ну, Майя. Он сразу сказал, вот по одному этому поступку, по тебе сразу стало видно, что ты за человек. То есть это месть такая, своеобразная связь? Нет, это не месть. Просто с Андреем я как-то, если с Майей, вот без Андрея, я как-то нормально разговаривал, и как-то мы с ним. Хорошо, Саш, а тебе хотелось бы получить иммунитет? Это провокационный вопрос. Нет, почему? Это нормальный вопрос. Хотелось бы или нет? Ну, если... Да, хотелось бы, но я бы предпочел бы, чтобы все-таки... Тебя не выгнали. Да, имеется в виду, чтобы я вышел по голосам. Ну что, ребята, сегодня четверг, сегодня у нас голосование, и на эту тему мы с вами и поговорим. Давай, наверное, начнем с Рома. Рома, как ты думаешь, кто претенденты на вылет, и у кого наибольшие шансы уйти отсюда домой сегодня? Я думаю, что... И почему? Больше всех шансов уйти, это ни для кого из вас не секрет, это Майя Абрикосов. Почему ты так думаешь? Ну, он малоактивный, скучный, неинтересный, у него богатый папа, у него все есть, Мерседес, квартира, дом. Вообще, ему проект совершенно неясный. Поэтому, естественно, это Майя Абрикосов. Ну, а если серьезно, без шуток. Ну, я думаю, я буду голосовать по таким критериям. У кого уже есть дом, Мерседес, автомобиль, богатый папа, что там еще, игровая приставка и телевизор, тому не место на проекте. Ты говоришь о Саше, да? Так, правильно? А у Саши это все есть? Да. Ну, все тогда, Саша, я против Саши. Так это же не его, это же родителей. А у Давида тоже все есть. Ну, Давид же не понтуется. А по личным качествам, кто тебе меньше всего симпатичен? Как ты думаешь, кому здесь не место? Я думаю, что по личным качествам это Александр. Ну, давай сравнивать. Сережа, Саша и Давид. По росту хотя бы Саша самый маленький. Понятно, ясно все. Ладно, Настена, выскажи свое мнение. Возможно, может быть, уйдет Саша, конечно, если у него не будет иммунитета. Я так думаю. Но как по качествам, если смотреть, да? Мне есть какие-то качества, которые мне там не нравятся, да? А что именно? Ну, мне кажется, этот человек очень нравится всем за счет чего-то, за счет каких-то благ. За то, что он, допустим, именит, или кому-то он дал там жвачку, или кому-то что-то купил. И причем это для всех. Я как-то считаю, что есть, должно быть мало людей, для которых ты что-то делаешь, но не все. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это нечестно, по крайней мере, неискренне. Маришка, ну давай, что сидишь с яблоком? Сашка пытался за тобой ухаживать. Как же ты сегодня будешь голосовать? И как ты думаешь, кто сегодня уйдет? Я не буду голосовать против Саши. Просто мне нужно поддержать человека в любом случае, несмотря на то, что я оказалась очередной, а не первой. Мне нужно человека поддержать, правильно? Вот. Очень долго думала, что я против Андрюхи буду голосовать всю жизнь. Вот пока он здесь будет. Но случилось так, что он уехал, и почему-то я по нему скучала. И почему-то мне его не хватало, не буду против него голосовать. Вот Андрюха сегодня сто процентов не уйдет. Уйдет Саша. Ну так а ты-то против кого тогда будешь голосовать? Да узнаешь вечером, что тебе сейчас рассказывать. И мы голосуем еще раз. Не советуюсь друг дружкой, Рома и Оля. Конечно, я понимаю, вы такого исхода не ожидали. Тем не менее, давайте примем сами сейчас решение. Недельные потуги по зарабатыванию иммунитета окончены. Мы подводим итоги и встречаем главного рефери. Ксения Бородина. Да, иммунитеты я с собой сегодня прихватила. Ну, пока положим здесь рядышком. А вось и не пригодятся. Ну что ж, давайте не будем откладывать голосование в долгий ящик. И прямо сейчас приступим. Я попрошу администратора вынести бюллетени. Ну а пока раздают бюллетени, я напоминаю процедуру голосования. Сегодня у нас мужское голосование. Поэтому в течение трех секунд по моей команде вы должны будете зачеркнуть фотографию того мальчика, который должен покинуть наш телепроект. На этой неделе вы не имеете права голосовать против Сэма Селезнева, потому что у него иммунитет за VIP-домик. Ну что ж, бюллетени розданы и приступаем. Марина Степан Менщиков Настя Дашко Александр Бондарь Сэм Александр Саш, ой, прости, Сережа Александр Настя Роман Олеся Степан Менщиков Роман Третьяков Александр Бондарь Оля Бузова Саша Солнце Саша Май Бондарь Александр Андрей Саша Саша Чуваев Андрей Чуваев Чуваев Саша Саша Ну что ж, таким образом большинство голосов против Александра. Саш, есть какие-то эмоции по этому поводу? Я в принципе так и ожидал, что большинство голосов на первом голосовании будет за меня. От кого не ожидал, что против тебя проголосуют? От солнца не ожидал. Ну, она мне говорила, что это для нее будет сложный выбор. Это я могу понять все прекрасно. Саша, а как ты думал, против кого я должна была сегодня проголосовать в первом круге? Значит, твои мысли я не знаю. Ну, вот как ты думаешь, встав на мое место? Ну, предложи мне хоть один вариант. Нет, это твои мысли. Я тебя прекрасно понимаю. Хорошо. Ты расстроился, Саш, что такое итог голосования? Только честно? Да. Ну что ж, у меня здесь есть два иммунитета. Один Ксюшин, другой мой. Я знаю, что Ксения тебе точно иммунитет не дала, потому что она, к сожалению, мало с тобой пообщалась. Я побольше. Я решила тебя оставить. Спасибо. По той причине, что когда у нас было заселение в домике, и ты хотела заселиться с Олесей, ребята говорили о том, что мы их не заселим, потому что мы хотим, чтобы он ушел на следующем голосовании. Даже не узнав тебя, они уже что-то решили. Это опять протест против новеньких. Ну, протестуйте. Я тоже буду протестовать. Александр Бонд, ты остаешься. Спасибо. А это значит, что сейчас выносят красные маркеры. И мы голосуем еще раз. Не советуюсь друг дружкой, Рома и Оля. Конечно, я понимаю, вы такого исхода не ожидали. Тем не менее, давайте примем сами сейчас решение. Итак, приступили. И начиная с Давида, я попрошу вас объявить, против кого вы проголосовали. Давид. Степан. Конечно, пока его нет. Отлично. Саша. Я с ним даже не общался, Степан. Андрей. Серега. Май. Сергей Евсиков. Солнце. Роман. Оля. Андрей. Рома. Андрей. Олеся. Степа. Настя. Рома. Сережа. Андрюха. Тюйел. Сэм. Сережа, извини. Настя. Сережа. И Марина. Степан Менщиков. Итак, четыре голоса против Степана Менщикова. И четыре голоса против Сергея. Иммунитета у Ксении ни тому, ни другому нету. Я попрошу сейчас вынести другие бюллетени. И в этот раз мы голосуем либо против Степана, либо против Сергея. Вы зачеркиваете фотографии либо Степана Менщикова, либо Сергея Евсикова. Приступили. И начиная с Марины, мы говорим против кого проголосовали. Марина. Степан Менщиков. Настя. Настя. Сережа. Сэм. Сережа. Сережа. Себя нельзя. Степа. Настя. Степа. Олеся. Степа. Рома. Слежа. Оля. Сергея не хотелось, но прости, Сергей. Солнце. Сергей. Май. Сергей Евсиков. Андрей. Сергей. Саша. Степа. Давид. Степка. Шесть голосов против Степана. И семь голосов против Сергея. Сережа, у нас есть еще зрительский иммунитет. На этой неделе зрители дали иммунитет. Третьякову Роману 66%. На втором месте у нас Менщиков Степан 13%. И на третьем месте Май Абрикосов 9%. Сергей, в будку. Я лично, по-моему, все так же допустили ошибку страшную, что мы все хотели просто слить голос, почему-то все уверены, что Степа не уйдет. Я просто вот так... Я не знаю насчет тебя, но я просто так слил голос, честное слово. Вы знаете, меня больше интересует сейчас мнение тех людей, которые голосовали против Степана Менщикова. Давид, а меньше всего, если честно, ожидала от тебя, потому что пока здесь Степан был на проекте, у вас вроде как складывались нормальные отношения. И первый раз, по-моему, такой, что ты против него голосуешь. Да. Я не знаю, допустил ли я ошибку, но, честно говоря, я вот на этот момент просто слил голос. Сергей для тебя стал близким другом? Да, достаточно. Андрей? Да, Андрей мой хороший, один из лучших друзей. Но, по-моему, ты с Аленой очень близко общаешься, да? У вас, по-моему, с Аленой отличное отношение. А это молодой человек Ален. Я же говорю, я просто слил голос, я почему-то был уверен, что не проголосую против него, кажется, только я. Просто схитрил. Ну а как можно сливать голос, когда действительно судьба сейчас Степана Менщикова была в руках каждого из вас, и решался каждый голос? Слив голоса, это когда один человек из 15 голосует. А когда стоит выбор реальный, либо уходит один, либо уходит второй. Тут уже судьба этого человека полностью в твоих руках, Давид. И сейчас это не отмазка. Да, вы совершенно правы. Я лично, по-моему, все так же допустили ошибку страшную, что мы все хотели просто слить голос, почему-то все уверены, что Степа не уйдет. Я просто вот так... Я не знаю насчет тебя, но я просто так слил голос, честное слово. Это называется слить голос. Да, есть выбор между двумя героями, это не называется слить голос. Давид, по-моему, ты сейчас лукавишь. Я сказал правду. Я просто слил голос, я исхитрил. Вот и все. Я допустил ошибку. В этот момент проверяется дружба. Хорошо, спасибо. Дальше. Кто еще голосовал против Степы? Я Олеся. Сережа мой близкий и родной человек. И если стоит выбор между малознакомым мне Степаном Меншиковым и моим родным, любимым Сережей, я выберу всегда Сережу. Изначально я проголосовала против Степана Меншикова, как за человека, с которым я меньше всех общаюсь на данный момент времени. Только поэтому. Спасибо. Марин, меня как Давида голос удивил, так и твой. Я не ожидала, что ты будешь голосовать. На самом деле здесь удивляться, Ксюш, нечем. Потому что на прошлой неделе меня тоже удивил голос Степана. Все. Это была месть? Да, это месть. Ну вот и случилось то, что должно было случиться. И слава Богу, что все так произошло, потому что я бы себе, например, не смог позволить остаться здесь в любом случае, раз так выбор выпал. Что должен уйти я или Степа, в любом случае ушел бы я. Степе этот проект нужнее, у него здесь есть человек, ради которого, может быть, он здесь живет. Так что все отлично. Я пришел сюда с чистым сердцем и ухожу с чистой душой, никому ничего плохого здесь не сделав. Может быть, мало сделав здесь для себя, но, видимо, потому что не было стимула. Люди мне очень понравились. Сам проект, наверное, никогда бы не мог быть таким близким, как был предыдущий проект. Все-таки мы дети большого брата и всегда будем помнить об этом. И здесь нам постоянно все напоминало об этом. Поэтому извините, если что не так. Может быть, надо было быть ярче, интереснее, но не очень хотелось, поэтому так все получилось. Все, спасибо. Итак, Сереж, вернись, пожалуйста, к нам. Да ладно, не надо такие трагичные лица тут строить. Прям все, умер человек. Сереж, ну, последнее слово тебе. Да ничего страшного не произошло в жизни. Я всем доволен. Вы понимаете, что я здесь ничего не потерял, кроме приятного общения с вами, ребят. И, естественно, в любом случае, даже если бы вы против Степы проголосовали, я бы не мог себе позволить такого, чтобы Степа ушел отсюда. Потому что этот проект, он прежде всего создан для таких людей, как Степа, вот Рома, Май, но не как я. Люди, люди, которые живут этим, люди, которые могут больше, чем я или такие, как я. Ну, а чем ты отличаешься от Май, от Степ, от Рома? Может быть, это не скромно, но я в жизни много чего видел, и на многие вещи смотрю по-другому, поэтому для меня не представляет большой ценности то, что я могу здесь сделать, показать людям. Я не думаю, что я смогу что-то донести, поэтому будет правильно, если уйду я. Вот и все. Хорошо, наверное, девчонки хотят что-то сказать Сереже. Олесь. Ну, честно говоря, я даже не знаю, что говорить. Я не ожидала, вообще не ожидала. И, Серега, я даже не знаю, что теперь без Тепа тут делать. Честно тебе говорю. Олеську увидимся скоро. Вообще не знаю. То есть сейчас... То есть сейчас тоже распросятся. Серега, ну, ты знаешь, вот, дойдя до конца, да, мне никогда... Как-то мы с тобой ругались вот три месяца, но по-настоящему расставаться мне с тобой как-то, ну, не приходилось. По-настоящему так и не поругались. Не было времени. Ты знаешь, я как бы еще не осознаю, что ты отсюда на самом деле уходишь, потому что я почему-то тоже не думала, что так получится. Но я думаю, что в следующую пятницу мы с тобой пойдем в клуб. В четверг. В четверг. В четверг. В троем. Да ладно. Да ладно, все, давайте. Весь большой брат обиделся на Дом-2 и уходит. Ребята, ну что, жизнь продолжается. Волокет что-то. Успели с Серегой подружиться, и хотелось бы преподнести ему подарок. Вот этот шикарный 700-кубиковский спортивный мотоцикл. Если он не развалится, я на нем домой уеду. Я надеюсь, ты с легкостью доедешь на нем хотя бы до своего мотоцикла. Нет, это будет сделать нереально. Ставайтесь, считай, что это свое задание. Ну что ж, а мы увидимся завтра с вами на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Все поехали провожать Серегу. Садись. Ну садись, хоть немножко прокатись-то. Мы тебя в морду потолкаем. Ну это нереально. Это нереально, он сломается. Садись, садись. Давай, давай. Сломаешься, так педали, садись на него. Поехали. Ноги, ноги. Подними, просто на педали. Подними, просто на педали. Натенька, что-то нам что-то вскрою, смеялись. СМЕХ 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 Смотри, хорошо, что я варю. Ребята, давайте. Олеся. Олеся, кто он? Олеся, кто он не приметил? Олеся. Он снять, где он. Сделай шахматы дома, из газеты. Тренируйся. Я тебя дам, Борь. Спасибо тебе за солнце. Хоть иногда долго, но... Спасибо. Не надо было ездить на свидание, Серега. Удачи. Опять домой, да что ж ты. Да нет, ну что ж. Олеську ты обними хотя бы. Ну у нас с Олеськой еще долгое прощание будет, я чувствую просто. Олеська. 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 Олеська, здесь-то будет все равно будет. Олеська, в деревне. Да. Все, Сереженька, давай по-мужски. Никаких телячьих нежностей. Сел на мотоцикл и уехал. Что это такое? Спасибо. И мы, если мы... Рад, что ты остался. Тьфу, верю. Нет, я действительно рад. Не могу сказать тебе того же. Но тем не менее... Нет, чтобы услышать хотя бы одно хорошее слово. Мой адрес. Ну вот, очень слой шанс. Завтра придет новенькая девочка, давай. Строй. Строй, держай. Да, кто же это поверит? Все, он сидит. Хотя он мне говорил, что он может поверить, но это будет сильный для него, сильный выбор. Помнишь, что я это говорил в боулинге? Расскажи, скажи, скажи, Мать. Ты же сам говорил, что... Ну ты понимаешь же сам головой, что вот у меня было одно отношение. К Степке сегодня опасность подвалила, у меня к тебе уже другое отношение. Совершенно. Ну что, вот, ну иммунитет, ну хорошо. Ну ребята же, как сказать, это же не ребята тебя оставили, тебе жить в этом коллективе. Что ты будешь делать, скажи, что ты будешь делать?